Привет, друзья! С вами Королёв Роман. Под прошлым видео вы написали, что вам очень нравится формат с такими вот разговорами, которые немножко рассказывают и поясняют, что к чему. Решил продолжить записывать видосы в таком же стиле. Поехали! В общем, это была тяжелая ночь, бессонная, практически бессонная. Мы вернулись рано утром. Только не говорите моей жене, мы были в клубе. Чуть-чуть поспали и после этого поехали покорять Замбию, Зимбабве и все африканские страны, которые были на нашем пути. Но сперва надо было заехать покушать. Время 6.30 утра, мы собираемся выезжать. Паша не хочет попадать в кадр. Вот такой у нас отельчик. Ужас! Все понятно. Вот такой у нас отельчик был. Здесь спал я, здесь спал Паша, Серега. Нет здесь туалета с ванной, зато и есть шкаф. О, на мне. Вот нашли какую-то кафешку местную, где продаются всякие булочки, пирожки. Я взял себе донат вот такой вот. Такой. И маффин вот такой. Паша взял русский ролл, а Серега взял французский ролл. Вот они. Будешь есть яичницу? Нет, спасибо. Нет. Что, ты яичницу заказал? Паш, ты руки мать пошел? Да. А у тебя они уже были помылены, да? Я не знаю, где мыл, но это хоть что-то. То есть лучше грязной водой помыть, чем просто не мыть. Да, лучше чуть-чуть хотя бы смыть грязь. Остановились купить... Нам помидоры нужно. Чего? Нам помидоры через ног кладет там. А у нее кучками просто, у нее нет по одной штуке. Купим сейчас, короче, арбуз, помидоры и арахис. Два доллара за арбуз, значит. Два, три. Почему? 25. А, ну да, почти три. И сколько это? Пять. Пять? Да. Три доллара за пакет арахиса. Блядь, куда? Да, будем ехать и жрать всю дорогу. Две недели. Конечно, поражает, что такие бедные страны, как Замбия, имеют достаточно высокий уровень, допустим, того же самого футбола, но относительно высокий, понятно, что не супервысокий, но относительно высокий, при том, что у них нет вообще ничего, и люди тренируются, начинают тренироваться вот в таких условиях, как вы видите на этом видео, да, то есть просто такого размера мячик, перемотан солома, перемотанная каким-то мусорным пакетом и каким-то веревками, с пеньки там или еще что-то, и вот они играют и все их развлечения, все их игрушки у детей. Пришли в спа-салон, Серега решил взять себе массаж. У тебя без продолжения? Без продолжения. Ты еще не решил? Это она будет делать? Я не вижу здесь продолжения. Вот она ходит. Вот первая, вторая. Самая тупая ситуация с полицией в Африке. Они там все тупые, но это была самая тупая, потому что обычно это развод, а здесь была реально серьезная ситуация. Смотришь, 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 вот вот эти-то. Приехали на штрафстоянку. Паш, что считаешь? Блин, ну это, конечно, рискованное дело, снимайтесь, потому что они сейчас нас порвут здесь. Ну они же не знают, что мы снимаем. Ну да. В общем, мы повернули не из того, точнее, мы должны были, мы стояли в ряду, который поворачивал налево и проехали прямо. И нас поймали. Привезли в полицейский участок. Сейчас она с правами ушла куда-то с моими. Ну права-то чистые. Права нормальные. Окей. Вот, тетка нас поймала. И как с нами ходит? Она ищет, по-моему, своего начальника. Она ищет, кому денег дать. Кому вы должны денег дать? Мы нарушили рядность. Это даже не поворот на красный, там, не проезд какой-то, не проезд. Просто рядность. Там нету стрелок, нету ничего. Нету стрелок на дорогах, нету стрелок, где-то, я не знаю, там обозначающих, что здесь поворот только туда или сюда. Просто, ну, как бы, так принято у них. И мы проехали не по своей полосе. И у него проезжала патрульная машина. Они с мигалкой нас догнали. Из машины выбежала девчонка-полицейский. Забрала у меня права. Села на заднее сидение и повезла нас в полицейский участок. Точнее, это называлось штрафстоянка, как мы узнали позже. Мы уже были готовы к какой-то серьезной ситуации, потому что поняли, что она взяток не хочет брать. Пока в один из моментов я не понял, что она просто набивает себе цену. И мы дали ей немного денег. И поехали дальше. Выезжаем с полицейского участка. 100 квач, штраф и едем дальше. Единственная проблема, что заправок в Замбии очень мало между городами. Их практически нет. Ну что, good? Full time. Good? Yes. Машина ok? Проехала всю Африку, а масло как новое. Ну ты знаешь, что мы в Йоханнесбурге меняли? Из Москвы едет. На одном масле. Масло не меняет уже 60 тысяч к нам. Ok. Thank you. Thank you very much. Бензин стоит 824 песо местных квачи. Это примерно где-то 1,25$. И отъехав от Лусаки почти полный бак, мы остановились в деревне, более-менее крупной деревне, спросить, где можно заправиться. Но что нам сказали? Ребята, они где? И мы вынуждены были искать решение. Мы ехали, ехали, ехали и наконец приехали. Ничего смешного нет, конечно. Мы встали без бензина. Точнее, у нас бензин есть, но лампочка загорелась. Мы решили в деревне спросить, где безлежащая заправка. Нам сказали, в ту сторону 350 км, в ту порядка там где-то 150-200. Вот. И мы решили купить у местных. Сейчас нам принесут что-то. Что-то, да. Потому что я даже сказал, типа, это не совсем хорошо для тачки, но в любом случае хоть что-то для вас хоть доехать. Вот так вот. Так что сейчас будем покупать. Литра 10-15 хотя бы зальем. Ну да, у нас еще есть просто 15 литров в багажнике. Хорошего ангольского бензина. Я думаю, нам хватит 300 км в проехать. Это сколько литров? 20 литров. 20 литров? 300 кача. 300 кача. Он сказал 300 кача. Нет проблем. А понюхали это хоть нормальный бензин? Это почему, когда вы приехали в следующий раз... Я что-то разбираюсь, не буду. А? А? Если плохо будет, вернемся, так поменяем. Я думаю, есть, конечно, не ровно 20. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова В общем, со всеми этими приключениями мы подъехали к границе с Малави уже поздно вечером, но решили, что так как мы зайдем в Малави, мы не понимаем, что там происходит, хотя бы мы поедим в Замбии, потому что там хотя бы есть нормальная еда. Застала у нас дорога в темноте, все закрыто, заехали в какую-то местную забегаловку, сетевую, типа местный Макдональдс, решили купить себе бургеры. Вот такие вот здесь бургеры, стоят 3 доллара бургер. Вот оффер есть у них, 2 бургера по цене одного, 3,5 доллара, 2 бургера. Сколько получается? 170 рублей. Вон, Серега берет, он большой, вот этот вот. Он стоит, что там, 30, ну 3 доллара, короче, за один. Отель в Малави нас не порадовал, но другого выбора не было, тем более, что мы приехали поздно, мы заселились в этот отель. Смотрите, что из этого было. Вчера вечером въехали в Малави, сегодня утром бежим. Бежим. Ну, на самом деле, страна уже начала удивлять своими ценами на отели. Вот этот отель, вот этот номерок. Покажи мои грязные, пожалуйста, простыни, потому что ты даже не смог раздеться. Он нормальный, спал сегодня в джинсах, рубашке, в куртке и в причинах. Ну, надо сказать, что тебе вчера поменяли. А, да, мне поменяли, кстати, это уже важно. И даже после этого вопросы остались. Да, ну как бы они у всех такие. А, полотенца можно еще покажать. Ну, короче, это жесткий, по чистоте это как бы очень жесткий номер. Да, это полотенца тоже, которая поменялась. Это чисто полотенца, это не яйца, пальца с синей краской. Это тоже, которая поменяли уже. Да, да, да. Вот, мне кажется, других нет. Этот отель стоил 120 баксов. Вот пришли на сувенирный рынок. Вот продают цены, на самом деле, достаточно дешевые. Малави сама по себе страна очень бедная. Вот тут сувениры продают. И вот тут же их сразу делают. Ну, эти он тут один отдыхает или красит. Как-то выдалбливает. Как-то стругает там еще что-то. Прикольно вообще. Вообще, фишка этого рынка была в том, что там такие вот мелкие лайфхаки, которые наверняка используют по всей Африке, но никогда мы не видели. Вы, например, видели, почему эбонитовое дерево или махоган такое черное? Потому что они его краской для обуви черной красят. Я говорю, а зачем вы это делаете? Он такой, ну, как зачем? Ну, это отталкивает пыль от дерева. Мы такие, угу, угу, пыль это отталкивает. В общем, африканцы, они ушлые, но немного наивные, как дети. И все их отмазки, как правило, очень наивные, но достаточно милые. Конечно, там закупились дофига чем, потому что реально было очень дешево. Все поделки были достаточно высокого качества. Мне это очень понравилось. И мы реально закупились там всякими сувенирами, которые привезли из той поездки. Практически все сувениры мы купили в Малаеве, в Лилонгое, столице Малави. Серега купил, короче, статуэтку каменную. Сейчас ее запаковывают. Ну, и, конечно же, Паше немного не хватило похода в казино в Лусаке. И он решил испытать судьбу еще в Малаеве, в Лилонгое. И решил заработать немного. Отбить поездку, так сказать. Если вам нравятся серии, ну, вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что нравится, что не нравится. Это единственная обратная связь у нас с вами, которая более-менее работает. И я буду корректировать свои видео и делать их еще более интересными и смотрибельными. Специально для вас. Реально хочется снимать видео. Я люблю снимать видео, это прикольно. Но еще круче знать, что вы хотите видеть. Это реально очень сильно мотивирует. Так что... Субтитры сделал DimaTorzok